всем приветики заказала себе на алиэкспрессе еще один таймер задержки вот он пришел в обычном почтовом пакете без пупырки бёрнут в такой вот поролончик заклеен скотчем это еще один таймер задержки такой же как я себе покупал дело в том что я хочу сделать такую штуку наподобие как вибрация в телефоне чтобы было в таком поролончике в антистатическом пакетике пришел точно такой же кстати здесь так удобно рвется уже есть такие маленькие надрезки благодаря ему можно легко оторвать ну и вот он такой вот как у меня и был дек робот таймер задержки реле таймера задержки 530 вход-выход здесь кнопка и в чем штука я хочу чтобы один делал задержку на час например а второй срабатывал через каждое все ну то есть что можно было реально сделать как вибрацию телефона ну то и вот у меня есть такое реле такое же получается в него вот приходит мог питание сюда розовыми проводами а выходит желтыми проводами моторчик и когда включаешь то он просто начинает вибрировать вот получается если сейчас падает у него напряжение ну так вот она работает хотя можно задержку чуть поменьше сделать чтобы более быстрее было там будет больше похоже какой-то телефон звонит и вибрирует но это будет бесконечно вибрировать то здесь нет ну типа здесь она задерживается на секунду на полторы секунду а срабатывает через на 0,8 секунды где-то так таким образом таким образом у нас получается что она работает 0,9 секунд отдыхает 1,8 секунд может даже меньше сделать 1,5 к примеру к примеру 1,4 а дальше мне даже слишком часто ну в итоге он так будет бесконечно включаться и выключаться а я хочу хочу чтобы он работал типа с перерывами так он боюсьERE будет включаться включаться но нужно чтобы он с перерывами работал для этого я взял второе реле как бы она будет здесь здесь постоянно то есть будет задана включение-выключение, и оно будет постоянно включаться, ну, так как дыр-дыр-дыр-дыр. А здесь будет задержка через сколько, то есть можно задать час, два, три, там, десять, и оно... Ну, реально, чем-то похоже на названную вибрацию телефона, когда телефон звонит. Вот, а через это мы будем задавать задержку, то есть здесь оно постоянно работает. Вот, сработало, отдохнуло, сработало, отдохнуло. А именно здесь будет задаваться через сколько, то есть при включении сразу пошла работа здесь, то есть как только подал питание, оно включилось, поработало, и дальше отдыхает, например, час. Потом опять включилась, поработала. Ну, в общем, такая удобная штука. То есть можно двумя реле задать нужную тебе программу. Жалко, что одним нельзя. Приходится покупать второе, как бы непродуманное штука, но штука классная. Еще классно то, что это хоть и реле, оно не щелкает. Обычно реле щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. А здесь ничего не щелкает, просто включился-выключился. Нет такого, что щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Просто без всяких лишних звуков включается-выключается. Все работает. Здесь конкретное время включения-включения задаешь, а здесь задержку для этого времени включения-включения. Ну, то есть удобно. Хотя, вернее, неудобно. Хотелось бы, чтобы все здесь было. Но, с другой стороны, то, что ты можешь присоединять этих штук сколько хочешь и задать так, как тебе надо. Хотя я вот показываю старое, новое, еще даже не проверил. Работает оно или не работает. Но сейчас подсоединю, проверю. Единственное, что неудобно, то, что здесь вот эти штуки большие контакты. И здесь болты-то большие. А тут они прям такие маленькие. И, соответственно, и отверстия здесь маленькие. Нужно провода тоненькие-тоненькие. Здесь нужно потолще на кнопку. А здесь на контакте потоньше. На борнгу здесь на контакте побольше. А на кнопку потоньше. Но разработчик сделал так. Приходится, ну, как бы, именно тонкие провода вставлять. Ну, а да, подключил. Мне кажется, здесь как-то даже ярче, чем там. Может, мне так кажется, не знаю. Еще пленочка, кстати. Там я уже, наверное, снял пленочку. Да. Снял. А здесь она еще есть. В общем, мне нужен режим P3.2. Ну, а здесь как-то ярко так. Так, чтобы открыто оно было сколько, допустим? Через... Через 5 секунд. Хотя, зачем я так задаю? Секунды же можно по-другому. Типа, стоп. Через 5 секунд. Чтобы оно работало 5 секунд. Ну, пускай, 7. А отдыхало 10 секунд. И это происходило бесконечно. Да, все. Да, работает. А теперь нужно провода отсюда, завести туда, соединить их. И все. Все будет работать. Ну, мне кажется, здесь прям как-то ярко. Ярче, чем там. Почему-то так кажется. Ну, все. Вроде соединил. Тут главное, правда, не перепутать. Потому что, если перепутаешь плюс-минусом, оно может и сгореть, по идее. Сейчас попробуем. Ну, да, здесь ярче. Все. Круто. Это получается... Здесь ты задаешь время, через сколько включать и выключать. А здесь ты... А здесь ты задаешь режим работы. Круто. Здесь всегда одинаковый режим работы включения. Ну, типа, одинаковый это интервал. А здесь... Да. Круто. Мне нравится. Получается, здесь ты задаешь интервал. Через сколько оно будет постоянно включаться и выключаться. А здесь задаешь режим время задержки. Через сколько оно будет включаться и выключаться. И вот таким вот образом, да, устройство работает в паре. Ну, как я и сказал, здесь реально ярче. То есть, вот включить... Реально здесь так ярко светится, а здесь так темно светится. Я не помню, было ли это... Было ли это так постоянно, или... Было ли так постоянно, или... Или так стало со временем. То есть, этот тоже так ярко светился, но сейчас выгорел. Или это этот такой яркий, а этот и был такой тусклый. Я вот, честно говоря, и не помню. Это надо смотреть как бы. Хотя я заметил, что если перестать подавать сюда питание... То есть, если я сейчас его выключаю... Вот так оно включено, вот так выключено. Если ты нажал выключить, выключил, но при этом перестал подавать питание... То есть, вот таким вот образом. А потом снова подаешь. То кнопка выключения уже... Ну, не действует, она снова включается. Короче, таким вот образом два устройства работают в паре. Здесь, как я уже говорил, режим работы. Включается, выключается постоянно. А здесь задержка. Через сколько этот режим работы будет активироваться. То есть, таким вот двумя штукой можно реализовать работу. Но странно, что два одинаковых устройства от одного и того же продавца с одной и той же страницей магазина с разными яркостями. Хотя он не так уж много работал, чтобы выгореть. Может быть, ну, типа яркость такая. Ну, в общем, я сейчас посмотрел на компьютере в ютубе. И хорошо, что есть записи, как бы. Да, этот так и светил раньше, тускло. А этот ярче, то есть... От одного и того же продавца такая вот штука. Две разные яркости у одного и того же прибора. Главное, что он работает, в принципе, а так остальное не важно. Хотя, это можно и выключить там кнопкой. Стоп. ЦП. Режим сна. ОД. Режим постоянной работы. Да, ну, в принципе... Ну, это не важно. Главное, чтобы... Чтобы оно работало. Оно работает в данный момент. Мне только автоматический режим нужно. Кнопки... Ну, я не знаю, стоит ли проверить кнопки. Хотя, наверное, стоит проверить. Ну, как бы, если что-то не работает, то... В принципе... Чтобы я уже был в курсе. Но я думаю, что все будет работать. Ну, в принципе, пойти и стоит проверить, чтобы убедиться, что с прибором все хорошо. Ну, вот так. Мне нужен данный момент от него только автоматический режим. Он здесь один данный момент работает. Все круто. Вот. Такая вот штука. Еще вот такую купил. Ну, в принципе, нормально то, что я и хотел. Вот. Такие дела. На этом все. Всем пока. Пока.